Доброе утро и добро пожаловать! От имени сообщества американских пасторов мы в большом восторге того, что вы здесь и что вы здесь присутствуете и что вы с нами вместе. Мы считаем, что вы надежда Украины. Как пастор Дэйл Армстронг просто сказал, мы в Америке имеем большую уже длинную историю свободы. И наше поколение уже пользуется плодами, но не мы делали все это возможным. Но как Бог сказал еще древнему Израилю, нам нужно учиться на уроках истории. И мы знаем, что в нашем народе пастора играли крайне важную роль. И даже на сегодняшний день они продолжают играть самую важную и критическую роль. Наш народ был великим, потому что они верили в Бога и были посвящены на то, чтобы соблюдать Его Слово. И пока наш народ и пока наши лидеры были послушны Ему, Бог благословлял. Но когда мы, как и древний Израиль, начинаем думать, что мы не нуждаемся больше в Боге, тогда начинается суд. Но мы верим, что Божье обетование всегда относится к народу, Бог не меняется. И Слово Божье содержит в себе всякую информацию, которая нам только нужна, чтобы разобраться с любой проблемой, с которой мы сталкиваемся. Вопрос остается в том, а будем ли мы делать то, что говорит Бог? И в Содружестве пасторов мы верим в авторитет, во власть Божьего Слова. Бог говорит то, что подразумевает, и подразумевает то, что говорит. Уже остается вопрос в том, будем ли мы исполнять то, что Он говорит. И мы в Америке, как Содружество пасторов, мы стараемся призвать народы и церковь снова к послушанию. И как верующие в Иисуса Христа мы понимаем, что судно должно начаться с Дома Божьего. Когда мы делаем то, что Он говорит, Он будет благословлять, и народ будет следовать. Мы также верим, что спасение человека приходит только через веру в Иисуса Христа. Это истина. Сегодня утром я хотел бы начать свой доклад с того, чтобы провести перед вами презентацию, которая называется «Путешествие к основам». Управление, церковь, и дом все это произошло от Божьего мышления, от Божьего замысла. Он говорит нам в Библии, как все эти части общества должны действовать. Но мы верим, что пастора, стоящие за кафедрами, это люди, занимающие ключевые позиции, определенные Богом. Потому что именно пасторам, пастор – это тот, кому поручено проповедовать Слово Божье. И пастор должен проповедовать Слово Божье так, чтобы оно доходило в дома. И чтобы отец ввел, отцы вели свои семьи в этом. И пастор должен проповедовать Слово Божье и в управлении, в правительство. И служители Божьи в правительстве, в управлении должны уже выполнять это Слово. И в Божьем замысле все это находится вместе, в покрытии, под Его большим общим планом. И когда все эти части действуют так, как Бог им предназначал, тогда и общество, и церковь будут процветать. В нашем народе дьявол уже смог пробраться и разделить тех, кто служит в правительстве, и тех, кто служит за кафедрой в церкви. Слишком многие считают, что пасторю не стоит говорить о политике. Но Библия говорит по-другому. Бог повел нас к тому, что была сложена вместе такая концепция, которую мы назвали служители Божьи вместе. И я почти двадцать лет служил в общей ассамблее в моем штате. И при этом я продолжал проповедовать Слово. И находясь и в политике, и в церкви, я осознал за все это время, насколько эти две позиции похожи. Как правило, часто пастор, он даже не хочет соприкасаться или как-то быть связанным с теми, кто в правительстве. А люди в правительстве рассматривают пасторов как ценный материал только, когда приходит время выборов. Но Бог не предназначал, чтобы было такое разделение. Когда мы понимаем, что говорит Библия, как эти два раздела общества должны содействовать вместе, то это понимание меняет наше отношение к одному библейскому понятию. Это означает, что мы думаем, как Бог-то предназначал.